Метаболический синдром Метаболический синдром – это сложный симптомокомплекс, который включает в себя Абдоминальное ожирение – это отложение жира вокруг талии, когда объем талии у мужчин 94 см и более, а у женщин 80 см и более. И два из следующих факторов. Либо повышение уровня триглицеридов плохого холестерина более 1,7 ммл, снижение хорошего холестерина липидов высокой плотности менее 1,03 ммл у мужчин и менее 1,29 ммл у женщин, либо лечение липидных нарушений. А также повышение артериального давления более 130 на 85, либо лечение ранее диагностированной гипертонии. Повышение уровня глюкозы натощак более или равно 5,6 ммл, либо ранее диагностированный сахарный диабет второго типа. При метаболическом синдроме жировая ткань вырабатывает специфические белки, которые называются интерлекины. Эти липидные белки обладают провоспалительной активностью, то есть создают в организме повышенный уровень неспецифической воспалительной реакции. В результате этого у пациентов с метаболическим синдромом развиваются следующие заболевания. Ишемическая болезнь сердца с развитием атеросклероза, инфарктов миокарда. Гипертоническая болезнь, которая разрушающе действует на все органы и системы организма. Остеоартрит – воспалительное заболевание суставов. Гиперурикемия, когда повышается уровень мочевой кислоты. Мочевая кислота, в свою очередь, оказывает неблагоприятное воздействие на почки с развитием почечной недостаточности и суставов с развитием подагрического артрита. Жировая ткань может откладываться также во внутренних органах, таких как печень, поджелудочная железа, перикард, создавая условия для воспаления данных органов. Например, при алкогольной жировой болезни печени, если не нормализовать вес, процесс станет необратим, и в исходе может сформироваться цирроз печени или даже рак. При метаболическом синдроме формируется эректильная, половая дисфункция. Очень неблагоприятное состояние, которое может развиваться при метаболическом синдроме, это синдром обструктивного апноэ сна, при котором прекращается поток воздуха в дыхательные пути в ночное время. Это состояние увеличивает риск инфарктов и инсультов 4-5 раз. Метаболический синдром требует мультидисциплинарного подхода с участием врачей разных специальностей – эндокринолога, терапевта, кардиолога, ревматолога, сомнолога, уролога и т.д. Что же делать пациенту, если он заподозрил у себя данное состояние? Необходимо обратиться к врачу и детально обследоваться. Профилактировать данное состояние необходимо здоровым образом жизни, физическая активность, средиземноморская диета, полноценный сон, контроль веса, артериального давления и уровня холестерина. Хочу закончить свое сообщение цитатами великого Гиппократа. Человек рождается здоровым, а многие болезни приходят к нему через рот с пищей. И болезнь легче предупредить, чем лечить.